Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Vampyr. Я продолжаю проходить Мастер Лигу в игре PS 2013. И перед тем, как мы перейдем к матчу против футбольного клуба Amkar, я бы хотел напомнить, что в предыдущей серии мы с вами пытались купить центрального полузащитника, так как у нас дефицит игроков на данной позиции. Я все-таки нашел того самого игрока, и сейчас я вам его покажу. Это игрок из Боливии, ему 24, статистика у него, а точнее рейтинг весьма неплохой. Техника S, скорость B, мощность B, стойкость S. Общий рейтинг 79, то есть он еще расти будет, я думаю, очень даже неплохой. Игрок также, я наконец-таки нашел чистокровного левого защитника из Республики Корея, 25 лет данному игроку, и как видите, статистика, а точнее опять же, рейтинг весьма у него неплохой. И вратаря, нового вратаря, то есть если мы этого вратаря все-таки из Турции купим, то наш вратарь уйдет раз и навсегда из нашего клуба. Поэтому будем надеяться, что эти три игрока захотят перейти в наш клуб, а пока переходим к матчу с Амкаром. Играем мы в гостях, но не факт, что мы выиграем, так как у нас очень хреновая ситуация с игроками. Там они опять не готовы к матчу, я сейчас вам даже покажу. Ну, смотрите, Тиаго у нас вообще травмирован, в общем, все видно. И даже на замену выводить некого, все плохо. Поэтому я даже не уверен, что мы здесь выиграем, но сезон только начался. То есть ничего страшного, если мы проиграем, но стараться все равно надо, победить здесь. Итак, новый сезон, это, конечно, хорошо, приятно. Посмотрим, как в этом сезоне мы себя покажем. Турик. Свежов. Виктор Ян. Виктор Ян опять. Свежов. Турик. Так, забирает у нас мяч. Анкар, кстати, вроде как из ФНЛ вышел. Да, в предыдущем сезоне мы не играли с Анкаром. Поэтому он только выбрался из ФНЛ. Посмотрим, надолго ли Анкар здесь будет. Труре. Свежов. Удар. Весьма слабый удар. Можно было, я думаю, посильнее пробить. Возможно, наши игроки устали после матча с Олимпик Марсель. Ну, блин, как так, ребята? Там вроде, не сказать, что сложно было. Хотя это мне может так кажется, что там легко было. Игрокам на поле, может быть, было совсем по-другому. Мне неизвестно, какого у них смочувствия было после этого матча. Но мы, напомню, победили там с расчетом 2-5. То есть, весьма разгром. Можно было и без пропущенных голов. Я не знаю, почему наша команда вот расслабилась. Блин, выигрывали 4-0. Взяли, не смогли там буквально минут 10 доиграть. Пропустили, блин, два мяча. Но это какой-то кошмар. Ну, за то потом за себя мяча оплатили в пятом. А так было приколе, если 5-0 выиграли бы. Тру-ре! Нет, конечно. Прихват! Давайте, ребятки. Надо сбивать. Кричок, все уставшие вы и не сможете победить, что ли? Да хватит, вы не дурите. Подача и... Подача! Никого там не было, наш игрок только. Ну, сам видит, мне кажется. Как игроки двигаются. Как-то медленно. С неохота. Не то, что с неохота, а уставшие. Уставшие они. Я сразу говорил, что, когда начнется у нас матчей лиги чемпионы и лиги Европы, будет сложнее. В разы будет сложнее. Команда будет сильнее уставать в разы. Потому что там матчи в разы тяжелые в лигах чемпионов и лиги Европы. А тут вам еще и РФПЛ и Кубок России. Конечно, блин, три турнира это тяжело. Это вам не дурак. Причем, вот мы победили Кубок России, и я уже, в принципе, не вижу смысла там еще раз побеждать. Не, ну я не говорю, что все, я специально буду проигрывать. Нет, мы будем играть. Но, как бы, уже мы выиграли нам особо. Не важно, победим мы там или нет. Тем более, я разочарован, что за Кубок России 2 миллиона только дают. Это ни хрена не выгодно. Кубок России 2 миллиона только дают. Стандартный, я считаю, счет. Опасная подача. Симонов. Турик. Молодец, молодец, что побежал на мяч. Да, я вижу, что опасно, блин. Лекар стремится, прессингует. Хотят выиграть первую игру в РКП. О, блин, как плохо прессингует. Викториян. Тру-рэ. Откроетесь живое. Викториян. Турик. Одну минуту добавляет арбитр. Свежок. Удар. Опасно. Подача. Эх. Почему что упал, а? Перерыв. 1-0. Погнали. Второй тайм. На заменах у нас некого вводить. К сожалению. Ох, блин, что-то надел. Ну, молодец, значит, подача прихватывает мяч. Молодец. И отдаёт. Это кто? Молодец. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, что вы показываете мне? Какой-то балет. Не надо так делать. Свежок. Турик. Свежок. Эх, не отпускай так мяч. Нельзя никогда так отпускать от себя мяч. Его надо всегда контролировать. Ох, как они разыграли. Нас может быть опасно. Подача. У нас вот эта вот болезнь. У нас в команде вот это вот. Забивать себе. Ведь это не я бью. Увы, чтобы вы не думали. Это от него отскакивает, вы понимаете? От него отскакивает. Как от дерева. Я не знаю, почему, блин, мы любите и себе забивать. Это бред какой-то. Частенько мы забиваем себе. Давайте, блин, ну... Ладно, мы не реально сами забили. А когда себе забиваем, это обидно вообще. Лучше штрафной удар. Давайте забивайте тогда. Тогда победа нужна по-любому. Вы меня разозлили. Че, блин, зафигня. Себе забиваем, нахрен. Хотя, я не знаю. Гороки уставшие, как бы забивать были. Без понятия. Круре. Удар! Рикошет хороший, удачный был. 2-1. Повезло с Рикошелем. Очень даже повезло. Ну, блин, по праву. По праву. Они голу этого, которого мы себе забили, были недостойны. По праву, пока голос еще сделал. Подача! Видишь, что налево? Там никого нету. Опасно. Опять никого нету. Заброс вперед! Опасный вратар на месте. Свежо. Очень такой неприятный, нервный матч какой-то у нас. Такой прям... Фу-фу. Прям реально неприятный. И, по-моему, аут. Да. Наш мяч. Турик. Доктор Ян. Пробить тут не вариант, я как вижу. Хорошая передача. Удар! Ёс-то вынолео, ну как же ты не попал, а? Да играть, да играть надо, пожалуйста, ребят. Не пропустите. Ой, повезло. Ой, как повезло. Просто давайте это посмотрим. Это капец. Он нас простил. Вот выглядите, он... Он вообще мимо ударил. Хотя мы в пусты забивали. Ой, как простила у нас. Симонов. По идее, это должен быть стопроцентный гол. А, блин. Нахерен-то вот за профку ушел. За пределы повел. За пределы повел, да, правильно. Вдвоем, чего они забрали-то? Давай-давай-давай до конца. Свежок. Турик. Турик еще, кстати, подвижный весьма. Как будто как свежий, считай. Остальные, какие-то вялые вообще. Подробивые. Ммм, потеря. Да ешь, что налево. Опасно. Подача. Просто можно выдохнуть. Это рядом был. Симонов. Турик. Турик. Ди-ю, что налево. Потеря. Вот это опасно может быть контратака. Бороться. Доборолся, молодец. И отдал, что ты делаешь? Подача. Что ж ты делаешь? Абсолютно забрал и взял, отдал. Турик. Турик. Да, да ты. Две минуты добавляет арбитр. Самый нервный сейчас в последней минуте. Свежо. Турик. Да ешь, что налево. Ну, до... Доиграйте, ребятки. Все, доиграли. Молодцы. Сложно. Сложно было. Потому что игроки у нас уставшие, не готовые были. Но мы вырываем победу. 2-1. Хорошо, что с этого мы начинаем. Итак, ЦСКА обыграла Уфа. Динамо с крысоветами 1-1. Рубин обыграл Локомотив. Спартак обыграл Арсенал. Зенит проиграл Краснодару. Ростов, вернувшись из ФНЛ, обыграл Кубань. По-моему, Кубань, кстати... А, нет, была-была. Это, получается, из ФНЛ вышли Амкар, Ростов и Тойн. Хорошо. Пока что бессмысленно смотреть, на каком мы месте. Там, сейчас... Сложно что-то сказать. Надо где-то 5 игр примерно. А потом уже все по своим местам станут. Итак, ответный матч против Олимпик Марсель. Ну, нам достаточно сыграть там в ничью. Даже мы можем проиграть со счетом 3-0. Даже. И мы выйдем вперед, кстати. Мы выиграем. Даже мы выиграем, представляете? Так что, ну, я не думаю, что мы 3 мяча пропустим. Нам удалось договориться о возможности условия перехода нескольких игроков. Отлично! Все-таки, наверное... Да. Кореец к нам перейдет. Это меня радует левый защитник. Центральный полузащитник тоже перейдет к нам. Замечательно. И вратарь пока что нет. Ничего нам не говорят про него пока что. Предполагаемые доходы. Ага, все пока хорошо. Смотрим, кто у нас сможет сыграть в этом матче. Тиаго, я уже вижу. Фу-фу-фу, так. ну вот как-то так похоже да такой состав поехали марсель вот это нехорошо уже на первых ошибку допускаем нельзя нельзя чемпионов особенности нельзя допускать ошибки что вы делаете в обороне аккуратнее яркое и сумбурное начало наблюдаем тяга повезло что передач не прошла я чувствую голову мы тут своего рода точно получим вижу марсель настроена аккуратно нам спокойно можно играть даже не забивая нам ничья устраивает пресим будет Турик Эх, не проходит передача Блин, подкат не получился Но, похоже, догоняет и забирает мяч Молодец у нас наш защитник Турик Нету оффсайда, пускай руку он там не поднимает Удар Не точно Турик Симонов Ну, блин, что закрывались? Турик Мяч разве сыграл? Ну, конечно, конечно Судья-казель Вон про таки опасно Тиягу забирает мяч Блин, Микгриско забирает мяч Перехват Забрать Отлично Отлично Симонов Турик Блин, они прям такие какие-то шустрые игроки Смотрят, присинкует вовсю Бросаются сразу Приходится сразу расставаться с мячом Сразу отдавать кому-то, чтобы они забрали Удар Куда ты? Пострел Блях, мы себе забиваем опять Что вы Почему, блин, вы себе забиваете? Я понять не могу Что у вас за привычка дурная? 1-0 Самое обидное Блин, пускай лучше пропущу, чем себе забью Ну, что ты? Привычка дурная у вас какая-то Тучать вас надо от этого, я не знаю Удар 1-1 Пошли, ты жоку Быстренько отвечаем на это Так, общий счет 6-3 Хороший запрос вперед Второе Забирает мяч Вот это опасно, он не мог перехватить Потеря И вот это может быть опасно Защитник Сайт Турик Да отдай за это мяч, не видишь, что ты накрывай Ну, ну, вроде как это обрал, а вроде и оставил ему мяч Тру-уре, блин, хорошо Тру-уре отрабатывает на своей позиции правого защитника Очень даже хорошо Посмотрим, как наш кореец будет в следующих матчах отрабатывать на своей позиции левого защитника У нас получается справа будет защитник на правой фланге игрок из Мали А с левого бровки у нас будет кореец Республика Корея Как видите, у нас помимо ЭТО и Тиаго Остальные игроки вообще непопулярны Никто особо и не знает Но какие... Иногда они моменты хорошие показывают Стараются, молодцы И тем самым За яркую игру они себя Прославляют на весь мир, скажем так Они сразу хотят Так сказать, хотят их купить Тот же пример на Касьяне Который перешел от нас в Динамо Киев Турик Что ты будешь делать? Не проходит передача Опасно Ох, какой проход хороший И удар Штанга Страфный удар Итак Надо, кстати, замену делать Хэйт, о, молодой выйдет За место Симонова Вот, блин, я ставлю центральных защитников налево Хотя, я говорю, нужен вот Чистокровный и, наконец-таки, купил Левый защитник У нас три центральных и так Так, так, так Кого же еще вывезти? Да и не выведешь никого особо Викторьяна можно Вместо свежого Он вот так устал Свежов Удар Слабоватый удар, конечно Из-за усталости Передача И Что-то красиво получится Это у меня, конечно Красиво будет, что мы отдадим мяч Ну, блин, как они все красиво делают Блин, а Спокойно Подача Никого нет Курик Потеря Подача Забивает 2-1 Факел проигрывает Но, ничего страшного Совершенно ничего страшного не произошло Шесть-четырехщик Да что ты будешь делать? Удар! Удар Вратария еле отбил Да Да Яркую грун показали В Марселе явно 5-2 Дома не такую яркую грун показывали Ну, я и говорю, в виде чемпионов лучше яркую игру показывать в гостях. Дома можно спокойно из ничьей сыграть. Тиазо. Этого. Не дают ему пробить. Удар! Главы. Викториану мяча. Подача. Турик. Эх, не доходит мяч до этого. Успешно забрали мяч и успешно простралили. Блин, мое. Тем временем, матч заканчивается. Я думаю, Факю уже можно поздравить. Блин, он отличный был на самом деле. Но я не хотел, кстати. Не специальный игровой момент. Желтый карточек. Желтый карточек. Защитник. Будет играть он. Все нормально с ним. В этом матче пускай мы их. О, это неприятно. Это неприятно. Действительно, я хотел бы подвести итог. Я хотел бы сказать, что 2-1 и проиграли. Но нет. Забивают. 3-1. Вот это интересно поворот, согласитесь. Вот так вот. Ну что, значит, халатно и расслаблено я вел себя. Ну все. Факю побеждает. Несмотря, хоть мы тут и проиграли со счетом 1-3, общий счет у нас, если соврать, 6-5. Как интересно, команду другие сыграли. Ага, показывают нам игрока из Боливии. Два новых игрока у нас в команде появилось. Это хорошо. Кореец и игрок из Боливии. Итак, в следующей серии предстоит нам пару матчев. Это против футбольного клуба Анжи. И против футбольного клуба Кубань. Также, насколько я понял, там предстоит нам жеребьевка. То есть, по группам будет распределение, где мы узнаем своих противников. В группе, напомню, находится по 4 команды. Посмотрим, что нам попадется. А пока я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.